Чё делал в Новый год? Добрый сидел. Тоже? А с родительницей тут какой плохой нам прислали из школы? Не занимаешься? На дистанте не занимаешься? Екатеринбургский старшеклассник Серёга на дистанте совсем расслабился. Виртуальные уроки прогуливал почём зря. Да и подсудные 160 часов отработки он проигнорировал. Лишь единожды после школы инспектор ПДН успел пацана за руку схватить и на пару часов привлёк его к общественно полезному труду. Комендантский патруль Серёгу строго-настрого предупредил, если парень за ум не возьмётся, ему поменяют меру пресечения. И вместо дома он на малолетку может загреметь. Во время новогодних каникул 350 полицейских и 40 росгвардейцев успели намотать десятки пеших километров по Екатеринбургу. И днём, и ночью они проверяли кафешки, компьютерные клубы, вокзалы, парки, скверы и даже подвалы с чердаками в поисках отбившихся от рук малолеток тех, что сбежали из дому в поисках приключений. Мобильные группы комендантского патруля проверяли и проверили 1300 людных мест, куда подростков тянет как магнитом. Правда, по пыльным чердакам людям в погонах ползать не пришлось. Все проверенные оказались на замке. Во время комендантского часа мобильные тройки наведались не только в квартиру к Серёге, который с дистанта слинял. Кроме шустрого пацана, почти 300 подростков проверили на предмет их нахождения дома под присмотром родителей и опекунов. Полицейские отделы за время операции «Комендантский час» доставили 43 малолеток, двое из которых вообще были в розыске, а восемь по административке накуролесили. По информации Екатеринбургской полиции, самое массовое нарушение среди несовершеннолетних – это ночные посиделки без родителей в общественных местах. Нескольких подростков даже поймали за выпивкой, что чревато само по себе, а в комендантский час – подавно.